Мой капот! Я говорил, что Камри говно! Я не говорил, что Камри говно! Бух-бух-бух! Бам, блядь, вперед! Друзья, всем привет! Сегодня четвертое число четверг И я вам рад представить свой новый автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска 3.5 самая топовая комплектация Прям даже не знаю, с чего начать, потому что столько есть вам рассказать Но давайте по порядку Первое. Многих интересовало, за сколько я продал свой предыдущий автомобиль Напоминаю, что с 2015 года и по сентябрь я катался на автомобиле Mazda 6 и вел про него детальный дневник Еще раз говорю, что дневник не заканчивается, серии будут выходить и дальше Просто уже новый владелец будет рассказывать, что происходит с автомобилем Но снимать все буду я, то есть вести наблюдение продолжаю Раз. Продал я автомобиль за 1 миллион 150 тысяч рублей Пробег был 127 тысяч Сейчас такой же автомобиль, новый, точно в такой же комплектации стоит 1 миллион 605 тысяч рублей При этом я дал ему комплект зимних шин, очень хороших Износ там практически 20%, ну реально резина очень хорошая Переоформил на него спутниковую сигнализацию Ну и вы сами знаете, что автомобиль был в прекрасном состоянии техническом Колодки поменял, лобовой поменял, все сделал, то есть катайся, езди После этого, как я продал автомобиль, я отправился на вторичный рынок Это самый настоящий ад И вот этот ад делаем мы с вами Все почему? Чей-то сосед, чей-то друг продает автомобили Друг друга все пытаются обмануть И чтобы этот ролик не получился на полтора часа Я запишу прям отдельную серию в ближайшее время, вот суббота, воскресенье И прям вам покажу, что такое вторичка Откроем автору, я вам покажу, что люди пишут, с каких цен начинаются автомобили Позвоним, спросим госномер автомобиля, проверим мою историю Это не будет там, знаешь, реклама автокода какая-то Я вам на самом деле покажу Это просто мясо, вот честное слово Вот я сидел 38 объявлений, из этих 38 объявлений честных ноль Вот везде кто-то как-то тебя пытается обмануть Долго я искал, когда я понял, что все, найти живой автомобиль там от первого владельца С честным пробегом, чтобы он был не бит, не крашен, в идеальном состоянии Чтобы машину там, условно, знаешь, на руках носили Нереально Я понял одно, что придется выбирать шоколадку из говна Ну как шоколадку такую, знаешь, вот такую вот Значит, 2013 год Первый владелец у нас был то ли депутат, то ли какой-то госчиновник Что он сделал? Купил новый автомобиль Плюс, он сделал сейчас дополнительно полную шумоизоляцию За исключением колесных арок Раз Он перешил салон в какую-то рыжо-оранжевую кожу Покажи, пожалуйста Многим было интересно, как выглядит цвет Некоторые говорят, что это откуда-то взято с Land Cruiser Но на Land Cruiser там цвет-то посимпатичнее всегда был Факт в том, что вот эта кожа, прям с новья была пошита Она гораздо качественнее, чем непосредственно родная кожа Вот цвет у нее кто-то говорит рыжий, кто-то говорит коричневый Я его называю цвет грязной морковки Ну на самом деле Какие плюсы? Вот покажи переднее сидение Вот обычно, да, здесь все задрато, порвато Но максимум, что нужно сделать здесь химчистку Потому что вот видно там следы грязи, да Вот джинсы катались А так в целом состояние, ну вот качество там Ну я считаю, что нормально Есть затертости, например, вот здесь покажи дверную карту Вот здесь там, да, затертости Ну понятное дело, следы эксплуатации Значит, какой пробег у автомобиля? По данным, примерно 116 тысяч километров Первый владелец накатал 96 тысяч, продал его второму Второй владелец отъездил на автомобиле 2 года и 1 месяц Это была девушка, у нее двое детей Сначала был один, потом родился второй Она их возила по Москве Второй владелец есть подозрение, что пытался крутануть пробег Потому что на сайте автокод том же самом Отображается, как будто у нее там 87 тысяч То есть пробег ниже, чем, блин, был изначально, когда они покупали автомобиль Как вы знаете, автомобиль Toyota, это тот автомобиль, который разрабатывался во времена динозавров И проверить здесь пробег никак невозможно Здесь есть один блок управления Считываешь, он показывает, что там у него записали и все То есть обмануть запросто Как проверить на честность, только по состоянию До этого мы дойдем чуть позже Мы с вами переносимся в прошлое На данный момент 29 сентября Сижу в машине Сегодня, по идее, я ее поставлю на учет Нужно сделать страховку Друзья, вот чтобы вы не говорили, что ты что-то там рекламируешь На собственном примере показываю, как пользоваться ОСАГО ГУРУ Подключаемся к интернету Заходим к ним на сайт И проделываем всю эту процедуру вместе с вами по-быстренькому Суть проста, зашел на сайт Выбрал Toyota, Camry Соответственно, вот эти поля все нужно заполнить Процесс идет, теперь мне нужно приложить документы То есть не нужно ничего сканировать Телефон сейчас берем, все фотографируем Скидываю себе на компьютер и прикладываю как документ Как вы знаете, нужна диагностическая карта Машина 2013 года, у меня ее нету Нажал отметить, открывает сразу окно второе Где я уже все данные свои указал Сейчас отправлю И также мне придет диагностическая карта Все документы приложил Теперь жду только номер диагностической карты Из нее нам нужен регистрационный номер Который мы забиваем с вами вот в это свободное поле И нажимаю отправить далее, мне страховка должна будет прийти на электронную почту В общем все, полюс на руках Просто уже опаздываю, у меня на 7 часов запись А я вот только еду, поэтому не было времени показывать Все пришло, зашел в любое фото отелье Переслал письмецо, распечатал В общем вот пацаны, все документы на руках Нужно идти ставить тачку на учет Что сделал еще первый владелец здесь В габаритах стоят у нас диоды И дальний свет здесь стоят диоды То есть диодная лампочка настолько мощная Она просто бьет таким прям пучком вперед То есть она особо по идее не слепит таким молоком Но светит реально очень сильно Далее здесь стоит механическая защита от угона Здесь стоит автозапуск То есть со штатного брелка нажимаешь пару раз Машина запускается С окна очень удобно делать Соответственно приехав смотреть автомобиль Мы его загнали на подъемник Вышли ребята Я обращался к подборщику от Ильдара Ильдар автоподбор Я ему написал, говорю, Ильдарыч помоги пожалуйста Значит почему к ним, а не к тем, кого я как-то рекламировал Там было три человека Они что-то между собой разосрались Сейчас они не ищут машину Поэтому как бы я их больше не рекламирую Про них не рассказываю Обратился к Стасу Асафию Говорю, Стас, он что, как все люди заняты Просить там, чтобы мне Ильдар искал машину Чтоб мне Стас искал машину Ну понимаете, я рыба не того полета Я парень простой Мне нужен был просто человек Который поможет доехать Посмотреть машину Я знаю, что кто-то ждет Мой капот Я говорил, что Камри говно Я не говорил, что Камри говно Ты говоришь, что уже себя хвалить ее теперь буду Я не буду ее хвалить Потому что это хорошая машина Это надежная машина Она никогда не сломается Она меня не подведет Это классная тачка Хотя на самом деле Очень ссусь я за эту машину По причине того, что Как вы все знаете Прекрасно Автомат здесь не выдерживает Этот крутящий момент Да и вообще Эта машина с двигателем В6 Это просто сучка бешеная Вот реально сучка бешеная У нас резина сейчас Очень сильно изношена То есть она прям доказывает буквально последний вот месяц И надо понимать Она здесь уже, если посмотреть там, повнимать Ну практически лысая Двигатель работает ровно Коробка не пинается Я уже на этом автомобиле проехал примерно 700 километров Соответственно, каких-то тычков, пинков нету Все исправно заводится Все отлично с этим За машиной, по сути, следили Потому что первый владелец, я так понимаю Был богатенький дяденька И он ее обслуживал При этом сервисной книжки у нас не сохранилось Второй владелец Ну, девушка каталась Особо машина, ну действительно не убитая Потому что мы ее загнали на сервис Мы с вами снова переносимся в сторонний сервис Сюда я приехал с одной простой задачей Я хочу сделать независимую диагностику автомобиля Чтобы люди посмотрели и сказали, в каком он состоянии Все вещи, типа замена масла Всех жидкостей, тормозных колодок Это само собой разумеется Но сейчас мы делаем, скажем так, программу минимум Обратите внимание, стоят проставки Друзья, за проставки разные отзывы есть Кто-то хвалит, говорит плавнее, мягче становится В любом случае, напишите ваше мнение в комментариях Стоит ли их снять или оставить Машина и так низкая Плюс еще стоят грызговики Коли их кто-то погрыз, то ли их оторвали Я вообще думаю их снять Так, по состоянию сайлентблоков они оторваны Ну, соответственно, и левый, и правый тоже Правый-то я точно видел, что она оторвана И это тоже, правильно, рваный? Но здесь, конечно, явно выражен Вот, то, что это мы еще изначально заметили Первый раз, когда только ее загоняли на подъемник Могу вам сказать, что износ 10% Ну, вот колодки тормозные, видимо, недавно менялись Потому что износ всего 10%, диски тормозные тоже нормальные Ну, и я передвигался, тормозишь То есть в руле никакого биения нет Поэтому диск норм И задние тоже 10% Соответственно, уже чуть-чуть сэкономили Вот по состоянию, по ходовке Человек смотрит, говорит, идеальное Поэтому бонус есть, плюс есть Ну, и самое главное, по кузову тоже Вот обратите внимание, да, вот машина намылась Все равно ходишь, смотришь, вся блестит То есть таких прям сильных каких-то затертостей Есть, конечно, ну, там мелкие косяки Вот из нее вот это Но, по сути, что это такое для 5 лет, да Это вообще ни о чем Фильтр воздушный у нас загадженный Соответственно, его сейчас тоже заменим Так, вышли на улицу Значит, машину все оставляют Два саленблока меняем Фильтр салонный, фильтр воздушный И будем делать сход-развал Больше делать пока что нечего Максимум, что я еще сделал с этим автомобилем Это поменяю масло в коробке Частично, как посоветовал даже тот же самый мастер Да и я вообще, как бы, посторонник частичной замены Кто бы что ни говорил По расходу, как только я купил автомобиль Я сразу заехал на заправку Сбросил счетчик на ноль Залил полный бак Проехал 520 километров Еще раз заправился до полного бака И цифры, которые показал автомобиль Средний расход 10,7 литра Вот здесь я по-честному вам говорю То, что из этих 520 километров 400 были по трассе Скорость по трассе была Ну, примерно 200 километров Средняя 100-120 И еще 200 километров со скоростью 120-140 Я разгонялся на автомобиле Путем нажатия в пол раз 6 Чисто смотрел Там жене показывал Там вот с человеком катались Смотрели машину Я вам показывал, что это вообще за дура Все офигевают Потому что, ну, действительно Едешь 40, газ даешь Она просто как какой-то лоурайдер Бух-бух-бух Бам, блядь, вперед Но это реально просто Я не знаю, дура Куда здесь столько крутящего 350 Ну, такая вообще мощь Я считаю, ни к чему Мы в ближайшее время Очень много покатаемся По Москве По пробкам Я уже, вот, если будет Следующая неделя Теплая и сухая Я постараюсь Динамично покататься Сейчас пока что страшно Привыкаю Управление здесь Ну, просто жуть На 165 килограмм Эта машина тяжелее Мазды 1450 у меня была машина 1615 вот эта Ну, плюс шумоизоляция Сколько она весит Точно сказать не могу Факт какой Выезжаешь на трассу Поначалу это просто было жестко Вот я в колее еду 17-е колесики 17-е И резина стоит даже не штатная 225 на 50 А штатная 215 на 55 Все верно Соответственно, я еду в колее Представляю, что я перестраиваюсь Начинаюсь И меня еще вот так как будто смахивает То есть, знаешь, такие колебания Происходит так, блин Не знаю, некомфортно На разметку на дороге Наезжаешь на трассе Она такая, ну, с выступом То есть, блин, машину потряхивает Возможно, это как бы нормально К этому нужно привыкнуть Но то, что машина валкая Такая неуклюжая Это факт Если ехать 120 Путем, знаешь, двумя руками держишь руль 120 по трассе Слава богу Трасса у нас нормальная Особо такие не разбитые То есть, ну, машина ведет себя достойно То есть, на дальняк можно прокатиться Ну, вот как я люблю раньше Например, едешь 160-170 В крайне левом ряду Вот так вот уходишь направо Обгоняешь Спокойно Уже-то опять в левом ряду Едешь 200 И никому ты не мешаешь Никто тебе не моргает Просто как раз раз шустренько На ней Я так делать точно не буду Я просто Ну, я испугаюсь Ну, действительно, страшно Какие-то ремонтные работы Здесь были проведены По автомобилю Что-то здесь сделали С катализатором То есть, его заглушили Посмотрим, что будет дальше Пока что чеков никаких нет Никаких ошибок не вылетает В любом случае 150 тысяч рублей я отложил Вот эту разницу с покупки На всякий случай Мало ли, навернется коробка Мало ли, что-то будет То есть, не хотелось бы, конечно Но я готов Значит, почему именно 50-ка? 3,5 Коробка Все то же самое, как в 50-пятке Но подешевле И мы машину покупаем Для эксперимента Для газа Да, поездим Посмотрим Я знаю Многие из вас там говорили Что-то ты продался Чисто, блин Это все ради бабок Нет Просто потерпите Давайте начнем сейчас серии снимать Вы поймете Потому что тема реально актуальна И полезна Все с кем общаюсь Сервисмены там Чуваками Общаешься Говорят Газ Ты что, какой итальянский Итальянский Ооо Говорят, круто Потому что это не дешево Поставить И это действительно очень полезно Ну, обо всем этом по порядку Я когда машину ставил на учет Вот я приехал Да, такой гаражик небольшой Из поликарбоната Гаишник стоит Что-то пишет Я такой Он Слегка дернулся Потому что эхо было Вечер Не так, как сейчас Но этот звук Теперь все Мой Со мной рядом По состоянию Знаете, смотрите Автомобиль был битый В жопу ему То ли въехали То ли он сдавал Задом Куда-то там наехал Там меняли бампер Там меняли крышку багажника Меняли фонари Заднюю дверь Пассажирскую Вот заднюю Тоже красили Шпакли была Морда передняя Менялась Частично тут Бампер меняли Капот снимали Красили Он родной Но его красили То есть, знаешь Скажем так Был такой косметический ремонт Ничего серьезного Из серии Что в машине Вбог что-то прилетело Въехало В морду и прилетело Не было Я в любом случае Оставлю ссылку На отчет На автокод Что было по машине Потому что я знаю Я просто уверен Что многие из вас напишут Тебя кинули Да у тебя битая тачка Да у нее пробег 163 тысячи Потому что ты уже писал В одном сервисе Смотрели По отчетам Которые предоставляют По автомобилю Там указано Что это машина С пробегом 163 тысячи Может такое быть Запросто Вообще Я даже не удивлюсь Если на самом деле Там предыдущий владелец Скрутил пробег Он говорит Нет, я не скручивал Ваня, привет Если ты скручивал Ты нехороший Если ты не скручивал Ты молодец Но в любом случае По состоянию По техническому Она живая И это самое главное Для меня Главное, чтобы годик Она откатала И я прям буду Очень сильно доволен Вот такой у меня встречает Интерьер Значит Какие сразу плюсы Минусы я замечаю По этому интерьеру Вот присаживаюсь в него Вот первый день Да, я сел Кстати, потолок у меня Черная алькантара Обшит То есть Ну в машине так Условно комфортно Для заднего пассажира До этого мы дойдем Руль Вот по состоянию руля Да, он родной Он не менялся Он не затертый Салон сам Вот если посмотреть Есть, да, элементы Вот типа где селектор То есть Ну чем пользуются чаще всего Что здесь там Кольцом могли Ключами То есть он, да Царапки есть Дисплей Он сенсорный Никакого блока управления Тут джойстика же нету им То есть он не затертый Вот эти места Там вот этот Пластик Он не затерт То есть Плюс-минус Состояние хорошее Когда ты едешь Даже по разбитой дороге По проселочной Я катался Скрип И знаешь Вот есть только от кожи Вот где-то ты сидишь Там, знаешь Там трет Там местами Бывает А так по дороге ездишь Ну в целом тихо Ну серьезно Специально Ну быстро не снимал Чтобы посмотреть вообще Что машина из себя представляет Отцу моему 49 лет В следующем году Будет 50 Я приехал Тачку показывать Он сел Говорит Слушай Да так в целом Неплохой аппарат Говорит Вроде комфортно Удобнее садиться Чем в Мазду Мамке будет Там в следующем году 49 лет Сейчас 48 Тоже так говорит Ну блин Как бы знаешь Такая ни рыб Ни мясо Бабушка вышла Говорит О это кожа Это прекрасная кожа Это замечательно Пойдемте Обойдем автомобиль С той стороны Бак 70 литров Раньше я заправлялся Сотом Отдавал 52 литра 52 рубля за литр Сейчас я отдаю 45 рублей Подготовил себе Уже сразу рамочки Ютуб Ищи Машков Дмитрий Еду на газу То есть Вот такая тема у меня будет Вот посмотрите Да машинка сейчас грязная Потому что ну дождик прошел Но я ее мыл Кузов реально в хорошем состоянии Его покрывали Жидким стеклом То есть машина Ну такая живая По внешнему виду Баночки В6 Яйца скажем так Висят в 55 Она так немного Посимпатичнее сделана Поначалу было желание Знаешь Там что-то доделать Думал там Какой-нибудь обвесик поставить Но оно быстро прошло Даже думал Фонари поменять Чтобы все это было Там как-то посимпатичнее Знаете Есть там а-ля BMW Сейчас Особо такого желания нет Кстати друзья Все кто на Камре есть Подскажите пожалуйста Вот человек написал Я когда завожу И да У меня вот эти фонари работают Вот эти не работают И я заметил так Что это не только у меня Это у многих Так вот я передвигаюсь Смотрю У кого-то они не светят Что это значит С проводкой надо смотреть Или это просто Какой-то фальш идет Потому что Частая проблема Вот так по городу Передвигаюсь По Москве Смотрю Ну хреново Сполирочек у меня есть Машина сзади тонированная Поначалу она была Вообще полностью Тонированная Я ее разобрал Почему-то не возили Коврик в багажнике То есть он Есть затертости Там такие небольшие Но в целом Пофигу Жалко конечно То что диван У меня не складывается Багажник 483 литра Ну как обычно То есть здесь Ничего вам рассказывать Нечего Вот пойдемте назад То есть в чем Вся фишка Изюминка этого автомобиля Конечно же В заднем диване Я специально Даже жену на нем возил Говорю Поедешь с Москвы Сзади Посмотришь Вообще расскажешь Как что Присаживаюсь в автомобиль Даже переднее сидение Сейчас отодвинуто Как бы сильно назад Вот подойди поближе Вот что прикольно То что действительно Можно там Откинуться назад Да там Откатиться Температуру выставить Там шторка есть У меня закрывать Вот здесь шторки есть То есть с одной стороны Реально Вот если это сидение Еще вперед подвинуть Прям ну Блин Комфортно То есть Место над головой Над потолком Много Но с другой стороны Вот мне оно нахрена Вот я езжу за рулем Я водитель И вот купил я себе Этот диван условно Ну не нужно И опять же Знаешь такая машина Такая двоякая Вот к примеру Первый человек Был там депутат Да Ездил сзади Ну ему конечно же В кайф Но двигатель В6 То есть тут газку Даешь Она сразу начинает Разгоняться Тормоза Очень такие Мягкие То есть Оттормажешься Нужно прямо Дожимать Чтобы она останавливалась Я пару раз Даже чуть в жопу Кому-то не въехал Потому что Ну блин Я привык Что тормоз нажимаешь Уже останавливаешься А это нифига То есть нужно додавливать То есть получается Что Он сидит за рулем Начинает разгоняться У меня будет То вперед То назад Волтучить будет Как-то странно Вот согласитесь Вот давайте вместе Просто порассуждаем Что если бы на версии Два литра И два и пять Текущие Там Либо предыдущие Был бы пакет бизнес Там Семьдесят Сто тысяч рублей И он включал Вот этот диван Со всем Вот комплектующим Шторки Это было бы круто Купил например За двухлитровую Как для пассажира Заднего И катаешь То есть комфортнее Было бы Три и пять И расход больше Вот этот средний Я вообще к нему Даже не привязываюсь Это режим Реально был пенсия Я даже подумывал То есть может быть Попробую Знаешь там Прикольнуться На недельку Хотя бы нанять себе Водителя Ну пять дней Ну просто Сзади поездить То есть представить Что это такое Знаешь так Погружение полное Жена блин Прав не имеет Я говорю купи Попой Купи Блядь Я говорю Получи права Уже все Отучился в автошколе Да-да Да-да И нифига Блин Пассажирское сидение В принципе в хорошем состоянии Вот так вот Со стороны смотреть То есть машина Ну знаешь Ну действительно живая Я не пытаюсь ее оправдывать Я не пытаюсь оправдывать Свой выбор Говорит то что Вот я там нашел Хороший экземпляр То есть если бы Было бы больше вариантов Я бы естественно Его не стал бы брать Но единственное Что мне понравилось То что два владельца ПТС Сейчас я третий По четвертого человека Будет место Многие говорят Делать заезды Конечно же Будем поставим Хорошую резину Чтобы хоть какой-то Зацеп был Я сейчас включаю Курсовую устойчивость Вот в принципе Ровная дорога Я выключаю кондиционер Я перевожу режим В обычный Д Я не хочу этого делать Но вот просто Я вам показываю Что это такое И для кого это сделано Когда ты нажимаешь На автомобиле Газ в пол Все можно списать На резину Что лысое Что мокро Что с ноля Так не нужно делать Вот присаживайтесь Сейчас я вам покажу Что будет Если мы нажмем Газ в пол С сорока Сейчас держу сорок Курсовая устойчивость Отключена Вот оно надо Вот это вот Я просто Ты видел Ты просто Ты почувствовал Из пятидесяти Будет то же самое Вот сейчас шестьдесят Вот только шестидесяти Она хватает Так что зацеп идет Дура Вот реально бешеная Вот просто бешеная машина Я не знаю Как на такой машине Вообще ездить Вот я конечно же Все скидываю на резину Что просто лысая резина И поэтому мы не можем зацепиться Надо померить по Рейс Логику Какой-то замер На один из стенде сделать Посмотреть Что он вообще из себя представляет Может быть здесь что-то переделанное Многие спрашивают Вот напиши Говорит отзывы свои Расскажи Вот между Маздой И шестеркой То есть все равно Там как бы Пусть там старая машина Но тем не менее Ты много проездил на Мазде Вот я вам говорю Значит Если ты молодой парень Или ты вообще хочешь Вот получить от машины Драйверские ощущения Что ты можешь ехать Знаешь там По дороге там Из одного ряда В другое перестроиться И это будет без дискомфорта Ты выехал там на трассу Разогнался 180-200 Ты едешь Управляешь автомобилем И ты его чувствуешь Это 100% Мазда Камри Вот 180 я ехал Я держал его вот так Вот я просто был Максимально напряжен Потому что мне было дискомфортно Сухая погода Не было ветра бокового Все мы ехали Ну было реально страшно В тот же момент Вот эти 3.5 Вот я еду Например 120 Я газку в пол даю Это прям Она улетает Заявленный разгон Здесь 7,1 секунды Действительно Тачка мощная В этом как бы Не поспоришь Ну куда такая мощь Непонятная Здесь прям Полного привода Не хватает Вот мы сейчас Передвигаемся По городу 60-70 Вроде бы неплохо Но на Мазде Как ты знаешь Я ее чувствовал То есть я раз Там в левее Она уходила там Ну почетче Но она и полегче была Колеса там 19-е стояли То есть знаешь Управляемость автомобиля Там в разы лучше Здесь же машина Ну как много говорят Для кайфа То есть передвигаться Кайфовать там По городу С одной стороны Да Если в пробке стоять Какая разница На чем в пробке стоять Хоть блин я не знаю Там на спортивном болиде Или там на обычном автомобиле Разница чувствуется И чувствуется То что машина сделана Такая знаешь Серия Вот действительно Для взрослого человека Не для дурачка Там которому Там 18 лет Он ее купил Чтобы просто носиться Там разгоняться Отормаживаться Приборка Мультимедиа Там навигация Она кстати работает Там женщина такая Прям взрослая Знаешь Тебе указания дают Я когда езжу Я даже как бы ее слушаюсь То есть не позволяю себе Ослушиваться ее Вот этот климат-контроль Все зеленое Да все старое Естественно Но в целом Знаешь Я езжу на машине Я на это дело не смотрю Я особо здесь Ничем не пользуюсь Я сел Завел Поехал И многие скажут А вот именно для этого Автомобиля ты нужен Ну посмотрим Покатаемся Я вас не буду Мучить Этой Camry Постоянно снимать Рассказывать про нее Нет Ролики с газом Будут входить Примерно там раз в месяц Больше будет комментарий Будут горячие темы Ну чаще будем снимать А так как бы Обзоры продолжаться будут Все будем делать Нас с вами стало Больше 80 тысяч акционеров На канале Огромное вам за это спасибо И мы по этому поводу Естественно Запишем отдельный ролик Чтобы не изменять традиция Вот покажи пожалуйста руль Вот смотрите Мы едем примерно Сейчас со скоростью Давайте 100 Ну 90 едем И вот я делаю рулем Вот так да А с тачкой Ничего по сути не происходит Она даже раскачиваться Не начинает Она просто как бы Едет прямо и едет То есть чтобы поворачивать Вот нужно поддавать Да То есть вот например Перестраиваюсь Ну на мазе Такого нет То есть там чуть-чуть даешь Уже сразу уходишь влево Опять же Если я буду с колеи на колею Переходить в машину Ну знаешь Что колебания Очень сильные происходят Дискомфорт действительно есть Поэтому Езжу сейчас предельно аккуратно Стараюсь к автомобилю Привыкнуть Чтобы просто его понять Вот хорошая прямая 70 И это мы еще в горочку Так видишь Подлетаем Уже 140 Но машина Действительно Едет очень хорошо То есть на трассе На ней можно задать Если прямой участок А выводы здесь простые Ну все те Кто переживал И говорил Как так Ты всегда хаял Камри Говорил то что Это банк Это хреновая тачка Старая А тут сам на нее пересел Друзья Я пересел на нее Только из-за того Что этот автомобиль Ну ликвидный Чего у Камри Не отнять Ее было тяжело найти Потому что В достойном состоянии Машин очень мало Ее будет легко продать За счет того То что Армия фанатов У нее большая Вот и все Она как была унылым Куском говна Так она и осталась То есть Здесь мое мнение Не меняется Вот я иногда Выхожу на автомобиль Смотрю и думаю Блин Фиг с ним Купили мотор Купили коробку Вот самое главное Чтоб кузов откатал И все Дарит она какие-то Положительные эмоции Ну плюс-минус Вот так вот Когда купил Первый день Два Как бы знаешь Было прикольно Просто необычно Блин Пипец у меня Камри 3.5 Все Я езжу на Камри 3.5 Прикалывался В тот же момент Обратите внимание Кроссовочки-то У меня новенькие Брючки У меня новенькая Кофтечка У меня Все новенькое Благодаря чему Благодаря Камри Хоть немного Приоделся Давайте немножко Опустимся С небес на землю Посмотрим Такое ощущение Сел там на Порше Каком-то И пересел на Жигуль И это произошло Вследствие того Что я там Объеднел Там Коллекторы пришли Отняли денег Нет Слава Богу Камри То есть Это как бы Ну не прям Такое ведро Что знаешь Что как бы Стыдно на нем ездить Многие люди копят На эти машины Кредиты берут Даже чтобы купить Пятилетний автомобиль Поэтому здесь Зажираться не надо Машина как бы Для своих Нуж достойная И у нее есть Свои фанаты Которые вам Вот там 10 плюсов Назовут за нее И будут ее защищать Значит Что будет дальше В ближайшие дни Подчеркиваю Обязательно Подпишитесь на канал Я вам прям покажу Такой сюжетик Что представляет Вся вторичка Вы просто офигеете Прям со всеми отчетами Позвоним Спросим госномер автомобиля Покажу вам Описание объявлений Расскажу вам Как это происходит Пока что Я еще неделечку На ней катаюсь И после чего Мы начнем Ставить на нее газ Впереди будут Разные обзоры Также вы многие Просили тоже Давай-ка Кодиак Посмотрим Сходим Посмотрим Кодиак Проверим их На честность Запросим у них Кредиты в другом Автомобильном салоне В общем Все будем делать Все будем снимать Обязательно Подписывайтесь На инстаграм Канал Там всегда Выходят только Самые свежие новости То есть Соответственно Хотите узнать Первым что будет Все новости там У меня на этом Пока что все Пишите ваши комментарии Все буду прочитывать Буду отвечать Потому что Тема будет горячая Уверен Вам есть Что про нее сказать Все Закончили Всем до новых встреч Пока-пока